Объединенное сообщество туристической индустрии Абхазии недавно выступило с заявлением о том, что туристический рынок абхазский ожидают необратимые последствия, которые могут привести к его утрате. Они связывают возможность утраты туристического рынка с планируемыми изменениями в закон, которые должны снять ограничения для иностранных гидов на работу в Абхазии. В чем суть этих изменений и какие последствия для туристического рынка Абхазии могут быть? Я хочу напомнить, что в декабре 2020 года было подготовлено соглашение и подписано, там стоят две подписи, Слана Бжаня и Александра Англаб, о создании единого социально-экономического пространства. Там есть пункт 8. Пункт 8 как раз таки гласит о том, чтобы упростить все режимы и для инвесторов, и для трудовой деятельности, для российских граждан. Поэтому сейчас удивляться тому, что исполнительная власть то, что обещала и подписала в Москве, пытается реализовать, я бы не стал. Дело в том, что на сегодняшний день исполнительная власть защищает интересы иностранных граждан. Не интересы граждан, которые их избрали, и вот эта попытка легализации апартаментов. Там же идет все по цепочке. И экскурсионная деятельность, это будет касаться и водителей, транспортных средств, которые перевозят туристов. Все вписывается в политику по защите интересов иностранного крупного капитала. Если вы помните, была встреча министра экономического развития. Решетников приезжал в Питсунду, и там девушка рассказывала, вот Москва-резонт, да, о том, что у нас своя экскурсионная компания, мы все сами будем делать. И вот это все, знаете, даже сами иностранные инвесторы и сами граждане России открыто об этом говорят. На фоне того, что президент Республики Абхазия заявляет о том, что у нас огромная безработица. Мы видим, к чему эта политика приведет. То, что сообщество экскурсоводов стало бить в колокола, я думаю, это не только их коснется, это всех коснется. Ахра, уточните, пожалуйста, насколько серьезные последствия и для кого могут возникнуть в результате принятия этого решения? Пострадают граждане Республики Абхазия. Те ниши в экономике, которые традиционно были за гражданами Республики Абхазия, мы их потеряем. Из той информации, которую дали сами экскурсоводы, что они обслужили в прошлом году 900 тысяч туристов. 900 тысяч туристов минимум потратили около 2 миллиардов рублей. Вот вы представьте, 2 миллиарда рублей будут проходить не через компании, где работают граждане Республики Абхазия, они будут проходить через сочинские компании или те компании, которые будут на территории предполагаемых апартаментов, где они сами хотят все осуществлять, о чем заявила эта девушка на встрече с министром Решетниковым. Тут прямая угроза туристическому бизнесу. Мы его можем потерять. Ну, например, абхазские компании, они маршруты туристические строят, как они хотят. Они могут привезти кому-то клиента, поддержать торговый дом, где продается мед или где абхазская кухня. Там все пострадают. И те, кто продает мед, и те, кто занимается абхазской кухней, и те, кто продает сувениры. И это все уйдет под иностранный крупный капитал. И граждане Абхазии останутся без работы. Единственное, на что они могут рассчитывать, это мыть полы, менять постельное белье. Поэтому идет такое противодействие закону об апартаментах и упрощению процедур для экскурсоводов из России. Я хочу обратить внимание на другой вопрос. Если исполнительная власть работает с Российской Федерацией, то хотя бы с Российской Федерацией надо брать пример. Если вы сегодня попробуете проводить экскурсии в Российской Федерации, вас посадят. Пару раз отследят вас, и вам предъявят такие статьи, как незаконная трудовая деятельность, незаконное получение дохода, неуплата налогов. По совокупности лет на 10 вас посадят. У нас тоже есть законодательство, которое регулирует все эти процессы. Иностранец должен здесь приехать, зарегистрироваться, встать на учет в миграционной службе, заплатить пошлину государственную. Потом он может претендовать на лицензию. То есть это барьеры такие же, как и в России и в любой другой стране. Никто вам не даст кататься по какой-либо стране, зарабатывать деньги, не платить налоги, не стоять на учете. У нас своя национальная, суверенная, миграционная и трудовая политика. И эту политику ломать в угоду олигархам иностранным, которые хотят все контролировать раз, которые хотят льготы на 25 лет два. Да, это значит наш народ ничего не получит. Сегодня обсуждается вопрос строительства апартаментов якобы в восточных районах. Ничего хорошего жители восточных районов не получат. Если кто-то хочет что-то хорошее сделать для восточных районов Республики Абхазия, надо в соответствии с договором от 2008 года попросить у России рубли и дать жителям восточных районов кредиты на 10 лет. Под 6 процентов, как это было раньше. Чтобы они свои гостиницы построили, свои фермы построили. И чтобы они зарабатывали. И чтобы прибыль оставалась в восточных районах в соответствии с законодательством Республики Абхазия. А менять законодательство под прихоти иностранных олигархов, это, я считаю, не отвечает интересам нашего народа. Особенно вот эта вся цепочка апартаменты, питание, экскурсии, транспорт, обслуживание и льготы на 25 лет. Это все звенья одной цепи. И эту политику надо прекращать. И наши люди и гостиницы могут строить, и экскурсантов обслуживать, и накормить, и напоить, и безопасность обеспечить. Российская Федерация проводит и миграционную политику, и контроль трудового законодательства. Они делают все в интересах своей страны. И надо брать с этого пример. Если вы гармонизируете законодательство, вы мне найдите, где в российском законе предоставляются льготы на 25 лет иностранцам. Пример вам приведу. Как заезжает абхазский туристический автобус с водителем, гражданином Республики Абхазии в Российскую Федерацию? Он должен получить дозвол, так называемый документ, который сюда приходит в Министерство экономики из Российской Федерации. Это разовый документ на право въезда коммерческого в Российскую Федерацию. Дозволы получают и автобусы, и грузовые транспортные средства. Это говорит о том, что Российская Федерация жестко контролирует на своей территории трудовую деятельность. Если правительство Абхазии идет на уступки и снимает все эти барьеры для российских туристических компаний, возникает вопрос, а если встречна? Упрощенная система для абхазских компаний. Абхазские компании тоже могут набирать экскурсии, ездить на Красную Поляну, возить туристов, которые отдыхают в Абхазии или в Сочи. Никогда они на это не пойдут. Они свой рынок защищают. Они даже те компании, которые сочинские, занимались рекламой Республики Абхазия на территории Сочи, засылали к ним бесконечные проверки, чтобы прекратить рекламу Республики Абхазия на территории Сочи. Вот такими жесткими методами пользуется сочинская туристическая отрасль. Исполнительную власть Республики Абхазия для чего выбирают? Граждане. Чтобы они защищали ее интересы. Я не знаю, такое впечатление, что исполнительную власть выбрали не граждане Абхазии, а иностранные граждане. Уже, наверное, надо как-то остановиться. Ахра, буквально вот только что телеграм-каналы опубликовали ссылкой на нужную газету, письмо Минэкономразвития России, в котором сообщается о том, что по итогам российско-абхазских переговоров на высоком уровне, прошедших в мае 2024 года, абхазской стороной приняты необходимые меры и сняты все ограничения в отношении российских граждан, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия. Как бы вы это прокомментировали? Для того, чтобы снять ограничения, надо менять законодательство Республики Абхазия, которое, кстати, очень жесткое. Мне, например, неизвестно, чтобы депутаты парламента вносили изменения. Миграционное законодательство вносили изменения в налоговое законодательство. У нас предусмотрена уголовная статья за сокрытие налогов, за незаконную предпринимательскую деятельность. Насколько мне известно, эти статьи никто не изменял. И я не думаю, что депутаты парламента пойдут на то, чтобы все это упростить в угоду иностранному крупному капиталу. Я вам приведу один пример. Совершенно недавно, может, максимум неделю назад, было интервью Беслана Барателя, председателя Национального банка Республики Абхазия, который озвучил некоторые суммы, которые ушли за границу. 2 миллиарда рублей ушло в Узбекистан. На сегодняшний день у меня лично сомнение, что с этих доходов уплачены налоги, хотя бы подоходный налог. Здесь речь идет не об упрощении законодательства, здесь ужесточать надо законодательство. Надо вводить идентификацию. Если мы сейчас с вами придем в Министерство по налогам, к сожалению, они не будут знать имена и фамилии этих граждан Узбекистана, и не скажут вам, заплатили ли они налоги. А 2 миллиарда рублей только подоходный налог. А мы же понимаем, что граждане Узбекистана – это наемные работники, в основном, в строительной сфере. Это 200 миллионов. А если мы еще посчитаем пенсионные фонды, другие фонды, это будет уже и не 200, это уже почти 350 миллионов. Только того, что касается граждан Узбекистана. Но при этом дополнительно упрощать. Если правительство пошло на это, может быть, скорее всего, они подписали пока какое-то соглашение, и будут пытаться менять законодательство по экскурсионной деятельности. Там еще 2 миллиарда будут уходить из страны без всяких налогов. Это при том, что наш народ нуждается в каждой копейке. Законодательство надо не упрощать, а законодательство надо ужесточать. Раз мы говорим о создании единого пространства с Россией, ужесточать, как в России.